добрый день добрый день добрый день а ксения здравствуйте 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 рада всех видеть всем привет да я вижу что присоединяются наши зрители спасибо отлично хочу напомнить что сегодня у нас в эфире будет тема связанная не совсем с валянием так 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 вот как раз владимир как раз владимир сейчас мы попробуем подсоединить присоединить нашему эфиру и пока вот владимир владимир здравствуйте здравствуйте как слышно давайте сейчас мы послушаем наших подписчиков девушки напишите нам как нас видно слышно приветствую порядке пока пишут наши девушки комментарии я скажу что мы находимся в аккаунте студии магазина шкатулочка которая занимается развитием и популяризации такого вида творчества рукоделия креатива как валяния и сегодня мы пригласили специалиста парных дел мастера владимира русанова к нам в эфир для того чтобы обсудить с ним такие первые актуальные вопросы связанные с посещением бани но видимо все таки нас видно слышно я вижу на меня все хорошо да да все хорошо видно слышно отлично давайте начнем потому что время нас всего лишь час чтобы мы успели как можно больше осветить вопросов прежде чем мы начнем немножко расскажите о себе как вы увлеклись направлением парных дел мастера и как вы в этом развиваетесь познакомился с баней я не с самого детства как многие наверное из нас а в зрелом возрасте где-то лет 12 назад чисто случайным образом я попал под веники к одному очень интересному человеку банщику который собственно говоря меня так попарил что я был впечатлен как бы так сказать чуть ли не до слез да то есть это была очень глубокая такая работа психологическая разгрузка это не просто венчиком помахали и я очень этому впечатлился и постепенно начал втягиваться в этот процесс и появилась же возможность от этого же человека его зовут василий ляков это банщик наш московский он предложил учиться бесплатно то есть мы были еще я еще несколько ребят первыми его учениками в москве вот и так постепенно вот не спеша развивались и сейчас вот уже оказываем услуги баны это наше как бы хобби и работа вот дополнительные которые до доход нам приносит сейчас владимир я так понимаю что после посещения вот этой своей основной первой бани когда вас человек научил как это делается вы получили какой-то прилив эмоций какой-то заряд энергии которая на вас произвела впечатление какие были ваши ощущения ощущения были лились прямо через край скажем так да потому что люди все мы с какими-то проблемами в любом случае до находимся нет таких людей там которых все прям прекрасно все время что-то какие-то есть но что-то гложет по жизни там у кого-то отца нету там у кого-то еще что-то у меня отец сам не жил там 10 лет вот в детстве у меня не был да если я получил этого банщика реально отцовскую заботу то есть вот это вот меня вообще очень сильно тронуло то есть это как бы от него исходил такой знаете безусловно любовь вот как вот к ребенку да он меня воспринимал как ребенка то есть он там не пареный как мужчину какого-то парня он просто как младенца со мной там отнял меня в этой бане грел там вот эти все четыре стихии там огонь и вода земля воздух до которого два не соединяются и всем этом управлял вот этот один банщик человек а я просто лежал и в какой-то момент я пытался считать что со мной происходит да обдумать обмыслить понять но у меня потом ничего не получилось мне просто отключилась думал как голова и я просто вошел в какой-то поток и просто произошло как бы чудеса да чудо и вот после чего я впечатлился очень сильно еще интересная история и здесь смотрите владимир хочется знаете о чем спросить а можете ли вы дать рекомендации нашим зрителям а с чего им начать для посещения бани вот с чего вот не каждому же так удается чтобы на их пути на их жизнь на да вообще я пойму слова баня слова баня но для всех наверное по-разному до воспринимается все-таки я бы хотел немножко поподробнее обозначить что такое баня для лично для меня да вот баня это как бы по сути если слова баня брать она везде во все у всех народности практически есть там просто разные названия вот это как бы само по себе строение получается бани да уже внутри бани может быть и комната отдых и так далее по вилках и вот как раз и делают происходят эти банные таинства и место это нужно для не придумано было для того чтобы человек туда пришел и очистился то есть в первую очередь физическим образом да то есть баня это место очищения в первую очередь все остальное все что мы там привыкли думать там вот пойдем отдохнем расслабимся там что-то еще там пообщаемся с друзьями семьей это время приду это все уже сопутствующие вещи то есть цель основная это очищение то есть из-за этим мы собственно в первую очередь в баню не должны идти ну на мой взгляд вот то есть другого предназначения раньше никогда в бане не было ну конечно это еще и статральный смысл в себе несет на руси там и в баньках и рожали в баньках по черному да например баня по черному это было единственное место где стерильно как вот сейчас у нас в операционной и вот в остывшей банке происходили разные такие вещи рожали там какие-то важные события если были у нашего народа тоже все в бане перед свадьбой там очищение вот это все ритуалы на это все было вот поэтому если мы идем в баню за здоровьем и оздоровлением то нужно обратить внимание на следующие вещи да то есть выбор бани в первую очередь то есть например я никогда не пойду в какую-то там баню если меня позовут просто там и я не буду знать что это за баня для меня самое главное чтобы эта баня была чистая не только кому с точки зрения гигиены да что но это очень важно но с точки зрения вообще отношения кто-то хозяин с какой целью что там баня то есть если там какая-то сауна 24 там где-то в подвале без окон там без всего и баня там просто как дополнительная услуга ко всем остальным бильярдам караоке и так далее то туда вряд ли я пойду и никому бы не советовал да то есть это первый момент лучше чтобы вы знали это место и могли туда спокойно безопасно пойти своей семье быть уверены что и чистота в плане гигиены и в таком энергетическом плане чисто да это тоже очень важно вот иначе это выбрали баню и ни в коем случае не нужно плотно есть перед походом в баню то есть мы едим где-то часа за два за три ну и желательно такую легкую пищу не тяжелую там мясо не картошка салата там если утром проснулись там позавтракать легко то вполне хватит да потому что если мы придем полным желудком то будет очень некомфортно во-первых во-первых вам естественно да вплоть до тошноты и так далее потому что у нас вся кровь в бане когда мы нагреваем поверхность кожи сначала нагревает и вся кровь переливает на периферию кожу и соответственно от внутренних органов она отходит в кожу и очень тяжело может поэтому если у вас там уже в желудок внутри от пищи то есть в этом плане ну и как бы очищаться лучше на голодный желудок на полуголодный вот что еще я бы сказал момент такое положение человека в бане да вот мы пришли погреться нам нужно какое положение принимает там 90 процентов людей они садятся одевают шапки и усаживаются и сидят чего-то ждут я всем рекомендую греться в расслабленном положении горизонтально то есть нам нужно лечь поэтому полок в бане должен быть для этого безопасно то есть достаточно по ширине там например да если брать размер 6 полка ну от 80 сантиметров русской бани то есть это в сауне там узкий полочки таки для сиденья до 50-60 сантиметров на них может быть лежать неудобно не каждый там есть а вот именно если мы говорим о русской бани то там полок должен быть широкий могучий и удобно то есть грубо говоря лег звездой и отдыхай потерь себе сколько хочешь в этом же положении даже принципе не обязательно использовать шафт то есть если мы говорим о русском бане то это предельно мягкие приятные температуры потому что там русская печь и нету жесткого этого обжигающего тепла от металла да вот сродни там посту например знаете да тепло от костра на поверхности одежды концентрируется облуд как бы и не прогревали типа не напротив мы греемся изнутри соответственно запускается на все процессы и начинается под отделение кто то должно всех короче интересовать реальный код 1 потом сам грязный это первый признак первые вещи очищающие наш организм вот так значит легли да и тоже рекомендую например забрать две ноги на стену многие знают такое упражнение там дома делали чтобы немножко лимфа отошла там кровоток от самых дальних до нашего мотора сердечного мест кровушка отлилась и таким образом мы согреваем ножки под потолком до голова у нас внизу то есть мы соблюдаем такую штамму народную мудрость голову держим в холоде ноги в тепле там желудок полу голода вот в бане точно точно такой же принцип должен быть вот и в таком положении можно полежать потом может там почувствовали что кровушка от не подошла уже можно опустить вот и лежим в идеале до тех пор пока у нас не начнет выделяться пот то есть реально должен закапать с вас прям полица струй пот это идеально не у всех конечно это получается у женщины например намного позже несколько позже происходит по физиологическим особенности чем у мужчин вот но все равно желательно этого дождаться а чтобы дождаться вот еще раз повторюсь температура в бане должны быть приемлемыми а вот можете порекомендовать какая приемлемая температура вот для этого первого захода ну изначально температура когда мы заходим вообще-то режим микроклимат должен быть баня если мы говорим о температуре обязательно должно быть должно присутствовать такое понятие как влажность это две вещи которые человек считывает ну как вот погода грубо говоря сразу пример извините отвлекусь проведу мы где-то на севере где-то в ханты-мансийске минус 10 солнца мы гуляем очень будет тепло нету ветра захочет даже стыгнуть куртку наш пуховик тулу а если мы в этот же момент окажемся где-то в питере плюс 3 снег ветер дождь то будет очень холодно то же самое в бане температура и влажность обязательно показатель нашего то есть температура где-то от 45 до 50 на начальном заходе ну это мы говорим там о средней температуре на уровне полка где человек располагается потому что градиент температуры различается в них будет холоднее чем выше тем жарче в том числе поэтому сидеть не нужно и влажность тоже порядка 50 до 60 процентов это температура но этот режим без проблем создается в русские в русских банях где там кирпичная печь скажем да настоящий то есть кирпич он не дает жесткого тепла он не пересушит воздух он обраться дает вот этот микроклимат то есть очень сложно перетопить эту печь кирпичную поэтому этот режим микроклимат такой должен быть грубо говоря 50 на 50 мы зашли и потом уже когда мы погреемся на следующих заходах можно поддавать пар на камень воду на камень горячую создавать пар и создавать абсолютно любой режим можно жарче можно средне для абсолютно любого человека это все создается и вениками происходит парение то есть смотрите я зашла в первый заход должен быть такой комфортный и он должен быть прогревающим мой организм то вот я поняла до первого фото то есть мы должны соблюсти как режим влажности так и режим температурный обязательно лечь для того чтобы нам было комфортно и мы могли расслабиться и желательно поднять ноги вверх можно их опереть например на стенку да чтобы у нас кровь как бы отвлекла до наших конечностей да ножки так больше согреются да если это не горячая сауна они согреются если это горячая сауна и там очень жарко то они обожгутся то есть это может не получится то есть когда у меня выйдет вот этот первый пот то я уже могу выходить из бани ну вообще еще одно основное правило поведение в бане для всех касается мы действуем и ведем себя по своим ощущениям по своему самочувствию все люди разные кому-то 10 минут кто-то будет там общаться друг с другом и по полчаса лежать в такой температуре истекать потом и будет нормально ну частицы сердцебиение это я самочувствую хорошую как только вы задумаетесь о том а не выйти ли вам выходим и соблюдаем тут же на выходе еще одно правило мы весь этот первый грязный так скажем токсичный пот да самый такой токсичный первый пот мы должны смыть теплой воде под душем например да ни в коем случае не холодной холодной воды наши коры тугается и все это грязь может обратно сосаться вот теплой водой обмылись и можем уже пойти попить чая кстати говоря попить чаю можно когда перед первым вот этим заходом теплый чай там травяной какой-то да мы пьем и уже как бы запускаем прогрев изнутри это как дополнительная штука может быть я как раз хотел у вас спросить по поводу питьевого режима в бане вот уже начала слышать что перед первым заходом можно зайти попить теплый чай и может быть даже травяной и после выхода и после того как мы приняли теплый душ то снова можно попить чаю с температуры должен быть этот чай он должен быть очень горячий или он должен быть комфортный температуру чая мерить не надо да кому как нравится но главное чтобы это не был холодной жидкости холодной воды я не рекомендую пить то есть если вы хотите утолить в бане жажду это должны быть теплые напитки ну как бы минимум комнатной температуры желательно готовить ну как вы обычный чай любите пить так и пить просто иногда хочется из бани когда выходишь выпить холодненько то есть лучше этого не делать лучше уж тогда так вот слегка теплый утолить жажду теплым напитком водой или чаем раз мы заговорили о питье то есть рекомендации что можно пить обычный чай или какой-то специально травяной или любой травяной можете дать рекомендацию ну лучше конечно пить травяные чаи да или просто чистую воду то есть если у нас реальная цель прям очищения то есть люди которые там очень сильно за собой следят и любят прям очищаться там да что-то там такие диеты соблюдает то есть они могут просто взять воду и пить воду в бане это будет очень эффективно вот ну травяные чаи это ну как бы классика жанра да любые там сборы какие-то они могут делиться на тонизирующие успокаивающие там например там по-разному да то есть если я банщик я как бы ну расслабляющий чай чаи наверное не буду пить потому что нужно работать а если вы отдыхаете то мята мелиса что-то такое вот душица ну чебрец может быть вполне уместный и особенно иван чай ферментированный абсолютно следовательно добавки по вкусу владимир а скажите надо себя ограничивать во время похода в ваню в жидкости вот между заходами в парную и выходами вы знаете ограничивать не нужно если вы не спортсмен и вам там не нужно лишний вес перед соревнованием сбросить то это совершенно не нужно вот поэтому и пьете столько сколько вам хочется в любой момент в перерывах то есть мы например когда парим людей у нас бывает парение долго дрятся там по полчаса например и мы бывает прям людям приносим бутылочку с теплой водой заранее подогреваем его прямо на полке чуть-чуть пристает пьет и дальше мы с ним работаем чтобы он не выходил в любой момент в любом месте ограничивать воде себя не надо хорошо вот мы сделали вы же потеете и теряете жидкость свою да свою жидкость вам по-любому нужно какие-то витамины восстанавливать и вы делаете это в прямом эфире это естественно скажите а вот например сладкий чай во время посещения бани можно пить ну я бывает пью там с медом например мне это дает энергию какую сюда ну можно но просто например чай это теины все так сказать они бодрят то есть если это для кого-то уместно бодриться и не расслабиться да улететь такой вот дрему расслабления не расслабился то есть выбор за вами хорошо отлично а я вот сделала первый заход смыла попила чайку сколько мне надо сделать перерыв чтобы зайти второй распорной смотрите так как у нас первый заход был так сказать адаптивный да у нас был по ощущениям вы вышли отдыхайте тоже по своим ощущениям то есть вы должны немножко отдохнуть как бы восстановиться да вот этот прогрев немножко с вас сошел то есть на первом заходе даже в принципе не обязательно потому что-то кутаться да вот и сохранять это тепло нужно наоборот остыть и потом вы можете сделать еще один такой же заход если мы говорим про адаптацию перед например непосредственным парением линии когда мы уже работаем с паром и наносим на часть тела там различные различные кондиции температурного воздействия уже прогреваем мышцы сустава это уже немножко другая история тоже к очищению имеет непосредственное отношение по самочувству может быть 10 минут может быть пять минут смотря сколько вы были на первом заходе и в общем не нельзя остыть но нужно подостыть и идете дальше чтобы у вас не было разрыва вот этого процесса как бы в потоке поэтому я как бы всех призываю чувствовать себя да и понимать вообще что вы делаете когда у вас не будет вопрос во сколько минут а сколько чего там где то то есть время не важно в бане неважно время сколько там находится вам должно быть кайф находиться то есть ты заходишь может быть делиться по-разному то есть это надо чувствовать себя я поняла что надо прислушиваться да это самое главное это банный опыт да и этому нужно научиться хорошо вот мы допустим сделали первых два адаптивных захода в парную теперь например я уже решила себя одну более как-то глубже прогреть какие как я должна до какой температуры поднять воздух в парной и должна ли я следить за влажностью и какому же положении я нахожусь на этот заход уже в самой парилке там я лежала даже ноги поднималась кверху адаптировалась теперь уже вот я захожу сознательно попариться более глубже какой механизм то есть мы я так понимаю речь идет от самопарения да когда вы сами себя должны веничка может быть с этого чуть-чуть оприходовать вот и ну если самопарение да это несколько сложней я например не очень люблю себя парить мне тяжеловато это делать то есть реально себя очень тяжело согреть свое тело но голову перегреть легко когда мы очень много напрягаемся поэтому если мы хотим себя попарить нужно это сделать тоже частично несколько заходов например первый заход мы погреем там себе ноги выйдем под устанем отдохнем и потом догреем там тело спину еще да то есть тоже разбиваем и температуру поднимать ну собственно говоря если вы поддаете пар то есть температура по еде она не поднимается за счет влажности за счет горячего пара у нас просто увеличивается такие ощущения с этого организма считывает да то есть скажет что горячо и высокая температура на самом деле температура не поднимается поднимается просто влажно температура может даже опуститься ну бывают такие бани поэтому на градусник вообще смотреть не надо если тоже этот микроклимат вы должны сами считывать то есть вам должно быть приятно комфортно вот и очень хорошо в бане поэтому вот вы зашли например можно парение делать лежа можно в там полусидячем положении можно сидеть но если мы греем ноги лучше конечно прилечь но это нужно показывать конечно ну парим парим с венечком таким образом чтобы мы могли спокойно не напрягаясь принцип да не напрягаясь достать и пропарить провоздействовать все свои части тела в том числе ну в том числе там до спины достать коленку там ой например ногу на ногу там поставить мы иногда засидим на стуле так будет удобнее достать ступни и так далее и все это поочередно делается но это так сложно объяснить это нужно мастер-класс я поняла что да что если вы хотите так глубоко себя пропарить то конечно лучше пользоваться услугами специалистов это ну и да можно этому самому научиться сейчас очень много всяких видео в интернете то есть не обязательно там куда-то идти платить деньги вы просто заходите в интернет там пишите парение вениками смотрите как это делают и все это вы можете у себя дома в своей бане практиковать на своих родных и близких которые вас если что не побьют если вы что-то сделаете не так владимир когда мы с вами предварительно разговаривали и когда я уже немножко углубилась в ваш блог я хочу задать вам такой вопрос вот я люблю очень ощущения после бани но скорее всего я уже это поняла как-то я неправильно заходила в баню и у меня после бани болела голова я всегда говорила придумала для себя такую отговорку что скорее всего у меня какие-то проблемные сосуды в голове вот они так реагируют на эту температуру и я стала намного реже ходить в баню чтобы не эти ощущения не повторялись вот судя по тому как вы объяснили как надо заходить вот это как раз вот такое плавное вхождение в баню оно подготавливает организм подготавливает наши внутренние и сосуды и наши внутренние органы для того чтобы голова как раз и не болела я правильно это поняла? ну голова да может болеть по разным причинам в том числе если мы сидим например да мы сидя пережимаем себе там таз бедра да у нас кровоток уже нарушается в тазобедренных суставах в тазобедренной области и ноги условно говоря в холоде находятся а голова там несмотря на то что мы даже шапку одеваем все равно где-то под потолком там греется в этом никакого смысла нет идет просто нарушение кровообращения перегрев головы оттуда головная боль второй момент нехватка кислорода в воздух в парилке то есть я считаю что если у вас например баня так скажем не живая да то есть например там нет ни окон ни специальных каких-то вентиляций сейчас это распространено делаю да чтобы были такие живые бани то обязательно нужно проведать там или даже приоткрывать дверь если вы греетесь то есть если у вас жарко вы спокойно приоткрываете дверь какой-то щелка вставляете где-то и лежите там грубо говоря головой в сторону этой двери чтобы у вас хоть какой-то воздух поступал и вот эти моменты если вы будете делать тоже по своему ощущению чтобы у вас всегда голове было комфортно у вас не будет болеть голова и если она у вас нагрелась перегрелась вы можете там приготовить себе тазик с водой свободным и тот же самый веник сточить накрыть голову когда вы лежите этим веником или лицо там или затылок с водой как вы лежите на животельной спине это тоже такие меры которые предотвращают перегревание нашей головы но не пересиживать не терпеть ни с кем никогда не соревноваться никому ничего не доказывать и будет все хорошо Владимир раз мы заговорили с вами про покрытие головы я прочитала что да можно веником покрывать голову а что вы скажете по поводу других необходимых изделий которыми мы должны зайти в баню ну вот я например знаю что коврик нужен для бани для того чтобы сесть шапка нужна для бани какое ваше мнение ну смотрите если ну вот эти коврики да про которые говорите они как правило войлочные они вот именно для сиденья так как мы не приверженцы не приверженцы такой позиции то у нас в работе эти коврики в принципе не используются но они нужны конечно бывает что коллективное парение делаем дело все рассаживаются но все равно это мягкая температура и долго люди не засиживаются там банщик управляет процессом то да люди сидят по-другому как бы ну и то можно всех положить смотря сколько народу в парилке да предполагается это все по ситуации действуем всегда а если частная у вас баня в принципе эти коврики не нужны и если уже говорить о подсилках каких-то они должны быть естественно побольше чем вот эти вот прямоугольные маленькие да чтобы лечь там бывает что можно просто на дерево постелить просто она нужна ну больше русской бани с точки зрения гигиены да если мы куда-то идем это обязательно принадлежность что-то постелить чтобы лечь или сесть да вот если в своей бане ну я бы не стелил мне приятно просто на дереве лежать на терке да то есть если в русской бане там толстые полоки такие вот массивные то они никогда не берут лишнего тепла и будет очень приятно тело и будет дополнительно нагреть его там компрессионное тепло давай вот ну на сене парятся сеный матрас распространенный да чтобы прям совсем комфортно мягко было лежать там ну и дышать вот этим ароматом полезно особенно костлявым людям удобно лежать на чем-то мягком толстом чтобы там косточки никуда не упираясь ни коленки ни так далее ну так же веники можно подкладывать да вот вы ложитесь там на живот у вас должно быть несколько веник взяли подложились под коленки веник уже вам приятно да никто ничего не жмёт вы управляете банным процессом и заявите себе любые условия то есть баня это нет никакого коридора там с правилами это на ваше усмотрение нет так сказать нет совершенства предела а что про головной убор в бане что скажете шапки много разных шапок есть хотите покажу приготовил разные шапки которые там есть ну давайте мы с Волгой всем посмотрим конечно раз вы подготовили ну вот смотрите ну это целая куча первый вариант это обычная шерсть ну так сказать волок вот этот я думаю что вы что-то такого делаете из своей шапки ну это классический колпак я его кстати купил на море на набережной не знаю почему там ванной шапке продавали вот это колпак обычно но это натуральный материал есть вот похожие во всяких магазинах продаются в гипермаркетах там далее мне кажется что это синтетик он более тонкий он прям блестит вот так вот мне кажется что здесь есть синтетический материал вот есть шапки из хлопковых ниток вязаные варианты вот такие да это такая тяжелая если она намокнет будет очень тяжелая мне вот подарили но я ее не использую она невелика есть вариант тубленочный то есть это обчина натуральная и такая тоже подойдет да для бани ну да у многих банщиков сейчас такие шапки есть многие такими пользуются вот она ну сохраняет достаточно старшую тепло в принципе неотличима от войлок я думаю так по ощущению но войлочная шапка должна быть все-таки толстым то есть реально не тоненько чем толще тем лучше тем дольше ваша голова будет ну держать вот эту температуру вашей головы не перегреваться есть плюшевая шапка это плюшевая нитка вязаная шапка у меня супруга вяжет такие разные варианты да то есть ей тоже нравится она в такой работе то есть это синтетика ну работает вот собственно говоря есть шапки-ушанки колпаки разные там и плечи которые прикрывают какие-то всякие там индейские монгольские варианты все есть да мы валяльщики знаем как бы что такое банная шапка и мы любим покуражиться наши мастера любят покуражиться и придумывают различные варианты и есть варианты изображения животного в виде шапки для бани да интересно я видел и есть изображения в виде короны и в виде вот сейчас у нас будет курс в виде банного в виде дубового веника банная шапка то есть здесь конечно для наших рукодельных девушек которые увлекаются войлоком огромное просто поле для деятельности ну да но это прикольно потому что многие сейчас и ищут пути там выделиться да 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 у многих банщиков кто-то появился у всех банщиков в нашем банном мире что-то появляется и они все ходят одинаково да и все ищут какие-то там новые вещи чтобы как-то удивить там тем же самым своих клиентов да вот эта банная шапка из дубовых листьев с черенком корчащими прикольная штука мне понравилась когда я ее видела спасибо Владимир вот смотрите значит если например я поняла что первый раз может быть один или два раза я захожу и прогреваюсь в бане потом уже я могу добавлять температуру ну в виде того что я поливаю камни и мне кажется что температура поднимается и я ну сильнее прогреваюсь вот ну это пара это уже работа с паром пара это дополнительное очищение да то есть пар впитывается организмом и то же самое как бы очищает кожу еще глубже и дает дополнительный прогрев глубже вот я хотела спросить вот вы сказали что первый раз обязательно мы идем принимаем теплый душ и омываемся теплой водичкой а вот следующие разы есть какая-то рекомендация понижать температуру повыжать температуру я еще знаю что некоторые люди прыгают в бассейны после парной вот какие здесь рекомендации ну если так вот отойти подальше посмотреть издалека на процесс да он как бы идет по нарастающим классический банный процесс по нарастающим мы заходим мягкой температура второй заход можно чуть-чуть там даже подбросить второй прогресс зашли чуть-чуть подбросить там парку создать да то что мы уже как бы привыкли и мы привыкаем привыкаем и организм прогревается и с каждым разом с каждой там словно минутой ему нужно еще больше тепла потому что если мы например холодный зайдем в условия парной которые мы создали под конец баня вот это будет очень горячо казаться но когда мы к этому подготовились нам может этого и мало казаться поэтому мы всегда по нарастающей действиям и кульминация этого всего момента банного процесса по традиции является у нас контрастная процедура в виде снега если это зима да купели там пруда чего-то такого холодного ледяного и сразу это такая тренировка иммунитета да сердечно-сосудистой системы кожи и вообще такой мини стресс который реально оздоравливает организм но к этому нужно подойти грамотно то есть не каждому человеку подойдет там ледяная купель или снег да то есть тоже вы должны понимать кто перед вами там или вы должны понимать свое состояние здоровья а не бежать там за остальными кто-то бежал там и так далее можете а otra а не хотите там оружие вы просто обречь охлаждать вся эта комната температуры если вы чувствуете что прогреетесь классно. Но вот классно себя само прогреть, ну, я думаю, что невозможно практически. Вот если вас могут прогреть, да, действительно так, что вы захотите ледяной воды и обольетесь, сходите в купель, получите вот это вот несовременно сравнимое удовольствие, вот этот адреналин, да, вот это оздоровление, и после этого контраста обязательно нужно вернуться на догрев парной. То есть не в комнату отдыха, а обязательно догреться, потому что у нас был пик температурный, потом резкое падение температуры тела, да, грубо говоря, и потом тело набирает постепенно тепло, и, ну, парной мы выравниваем это состояние. Только после того, как мы это состояние выровняли, мы уже идем, скажем, отдыхать, и этот отдых уже такой не сидячий с чайком там, а можно уже лечь в какую-нибудь там качельку, условно на сеновал, да, ну, на какую-то лежаночку, лавочку, и уже там отлежаться, потому что это очень, ну, очень здорово. Это уже как бы такой ближе к банному релаксу, такому космосу, как я называю. Знаете, вы мне вот рассказываете про то, что сам себя так не пропаришь. Ну, я пробовал, у меня не получалось. Да, 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 вот у меня прошла такая аналогия, что массаж, да, мы все любим массаж, и мы можем себя в любой момент там помассировать где-то там, если у нас что-то болит, но сам себе сделать массаж очень тяжело, то есть ты не получишь действительно такого удовольствия от этого действия, и как ты мог бы получить, когда ты придешь к специалисту, который там промассирует либо от твоего полностью тела, либо какую-то часть тела и так далее. Так, наверное, здесь и есть такая же аналогия с баней. Сам себя не пропаришь, потому что, когда ты сам себя паришь, происходит какое-то напряжение внутри, ты где-то там наклоняешься, где-то тянешься, где-то там, как вы показали, там, спинку надо себе попарить. Есть определенный какой-то момент неудобства, и здесь, наверное, да, если уже ты погружаешься в этот, увлекаешься бани и хочешь вот именно глубоко оздоровить тело, я уже услышала, что да, имеет смысл обращаться к специалистам, чтобы они тебя пропарили, и ты получил вот этот вот неописуемое, наверное, удовольствие от похода в баню именно с банщиком. Правильно я говорю? Да, только, ну, можно пропариться, конечно, но так как это, и можно себе массаж попробовать сделать, но так как вам это сделает массажист или банный специалист, вы сами себе это не сделаете. Это, ну, вопрос качества, да, того, чтобы получить тех ощущений, того удовольствия и того результата, сами не сделайте. Хотя многие парятся только сами, никому не доверяют. Я видел, что эти вот перенапряженные, там, сморщенные лица вообще слибанят, но они им нравятся, я так не люблю, потому что я знаю, что можно было лучше. Вот знаете, ещё такой момент. Вот про температурный режим. Вот мы прогрелись, мы прогрели своё тело, да, достигли, как вы сказали, определённого пика, да, и уже здесь можно немножечко температуру опустить. А я понимаю, что опять-таки надо смотреть на своё самочувствие, и если я там, например, ещё пока не готова прыгнуть там в снег или в какой-то прохладный бассейн или вылить на себя ведро холодной воды, могу я начинать, ну, с чего-то более мелкого, да, там, полить, например, там, на ноги, там, я не знаю, на пузо. То есть вот сделать какое-то неполноценное такое действие, окунание в контрастный температурный режим или надо полностью себя сразу вот остудить? Как? Сразу и полностью себя следить нужно только в том случае, если вы к этому готовы и вы этого хотите. Вот. Ну, конечно, есть люди, которые просто боятся, да, они вроде бы прогреты, например, вот на наших программах банных, и они, ну, побавятся, особенно там девчата, там, выйти в купель, особенно если, например, зима, там на улице темно, идёт снег, и это купель там с тёмной водой, ну, всех разных там страхи могут быть, да, по этому поводу. И тут, ну, мы видим, мы понимаем, что мы сделали, да, что человек хорошо прогрелся, и тут, может быть, где-то мы поднадавим, подбодрим, проведём, и вместе это сделаем, и потом нам скажут спасибо за это. Вот. А так, да, по ощущениям, то есть вообще любой контраст желательно с подготовки. То есть мы сначала должны дать организму сигнал, что сейчас будет что-то, да, то есть мы берём сначала руки, мыываем, на ножки, например, польём, да, если мы идём зимой на снег, то у нас многие так и так подготавливаются, там по снежку, да, пройдут, это уже сигналы такие, можно взять лицо, расстрелить с ушами нос там, и после этого уже полностью погрузиться в снег, в воду ледяную и так далее. То есть подготовка должна быть обязательно, ну, желательно. То есть делать контраст после сильного прогрева, например, с обливного ведра сразу с головы, но не очень правильно. Лучше это сделать, например, там, ну, также подготовить иметь руки, ливануть себя на спину тела, и только потом уже с остатком вылить на голову, ну, я так считаю. А потом снова мы идём прогреться в парную, правильно? Да, обязательно. И там уже мы ловим очень разнообразный спектр включений, там, такое тепло наполняет тело, потому что у нас как бы вся кровь сбежала во внутренние органы, да, от холодной воды. Все сосуды, поры все сжались, закрылись. И вот этот оздоровительный эффект, это кровь, которую вот мы согрели, натренировали, она там насыщенная, она ушла во внутренние органы, их как бы омыл, там, принесла туда всякие питательные вещества, да, вот, ну, 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 так сказать, дала новые энергии, новые возможности. И эта кровь потом опять начинает приходить в кожу в парную, и раскрываться новый обновлённый капилляр, там, сосудики, и какие, знаете, иголчатые ощущения, пока у них в теле, они очень классные, приятные. То есть за этим в том числе нужно обратиться обязательно. Ну да, то есть получается так, что вот если мы себя представим каким-то, не знаю, сосудом, назовём это так, и если в обычной жизни у нас кровь циркулирует по всему организму одинаково, что снаружи, что на коже, что на внутренние органы, то я поняла, что как раз вот в бане кровь циркулирует, ну, если можно так сказать, как бы она двигается вовнутрь, наружу, вовнутрь, наружу, да, и вот эти вот ощущения. Ну, а в обычной жизни кровь у нас хорошо циркулирует не везде, да, у нас много достаточно зажимов в теле и психологических, и физических, и туда, куда кровь-то не очень-то хорошо поступает, там, да, зажимы прям-таки напряжения мышц в бане, как раз всё это разбивается, всё прогревается, и запускается новая жизнь в эти места, в том числе. Всё правильно выполнили, да, согласен. Ну, да, 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 интересно. Я очень люблю ощущения после бани. Я, конечно, не ходила так вот профессионально, как вы сегодня рассказываете. Когда-то, когда я была студенткой, у меня была подружка, у которой мама увлекалась в бане, и мы ходили практически каждую неделю в баню, и она нас там приучала. Ну, это был банный комплекс, и вот она нам там давала какие-то основные уроки, и, в общем-то, ощущения после бани невероятно приятные, потому что, как я люблю говорить, вот у меня такое ощущение, что всё тело как будто бы раскрывается. То есть вот ты очистил настолько глубоко свою кожу, ощущаешь, когда идёшь в баню, какая бы она ни была, что тело, ну, не знаю, оно становится каким-то активным, раскрытым. Ощущаешь каждую пору, как оно наполняется этим кислородом, который вокруг тебя находится. То есть непередаваемое ощущение чистого тела. Да, это ощущение же не только кожного покрова, внутри тоже лимфа, кровоток, вся кровеносная система, лимфатическая, всё это тоже очищается через эти все наши лимфоузлы, да, вот эти все фильтры. Они всё тоже очищаются, выбрасывают. Владимир, а скажите, вот есть рекомендации или правила, как часто надо ходить в баню? То есть это должно быть раз в неделю, раз в месяц, как вот? Есть какой-то регламент, рекомендации? Ну да, есть. Раз в неделю, это классика жанра, там по субботам в баню ходить, или по воскресеньям, кто-то в будние дни ходит, да? Ну раз в неделю чаще, в принципе, нет необходимости. Но, например, я бы каждую неделю, может быть, даже и не сидел по своим ощущениям, да? То есть если бы меня хорошо парили, прям так вот, как-то я люблю, да, хорошенечко, может быть, даже раз в две недели мне было бы достаточно ходить в баню. То есть зависит от того, как вы паритесь по-разному. Можно хоть каждый день ходить, а толку никакого не будет. И правильно ли я понимаю, что поход в баню, он не зависит от возраста того человека, который идёт. Это может быть для любой возрастной аудитории главное почувствовать свои внутренние ощущения в бане. Да, ну вообще в баню лучше идти, конечно, если у вас нет никаких серьёзных заболеваний, да? То есть всё равно противопоказания-то имеются, вы должны о них знать. Например, там, ну если там сердечная недостаточность серьёзная, да, такие вот возьмём вещи, там, какие-то воспалительные процессы, там, на острой стадии, опухоли там, то в баню лучше не ходить. А если у вас всё в порядке, то баня в любом возрасте будет только на пользу. И дети, и женщины, и мужчины, и люди пожилого возраста, престарелые, все там могут получить своё доброе, целебное тепло. Владимир, а ещё, когда мы находимся в бане, я поняла, что у нас есть шапка на голове, и у нас есть либо простынь, либо коврик. Это для соблюдения гигиены, если мы ходим не в свою личную баню. А нужна ли варежка внутри сауна, внутри бани? Варежка? Да. Ну, я использую рукавицы, скажем так, правильно. Я использую рукавицы в двух случаях. Это если мне нужно открыть железную дверцу закрытой каменьки в печке, которая там обжигает, например, нет деревянного хвата, она металлическая, горячая. И то же самое, открывая дверцу топки печи, чтобы подбросить дров. Тоже бывает, что раскалённый. Но только в этих двух случаях. То есть в варежках я не парю, в рукавицах. Иногда я использую для этого делал перчатки. Мне так удобно. А вообще, с точки зрения сбережения рук, наверное, да, вы думаете, что нужно одевать рукавицы. В принципе, да. Если, например, сейчас покажу веник. Вот если у веника ручка обмотаны, то, в принципе, у вас руки там дубильными веществами не покрасятся. И вы, наоборот, в своей ладони будете чувствовать пар, в котором вы там, например, парите либо себя, либо кого-то другого. А если вы оденете рукавицы, то вы этих ощущений, этого контроля уже испытывать не будете. А если я хочу одеть такую варежку, которую делает массаж по телу? Для того, чтобы сделать массаж по телу? Да. Одеваете? Берешь шерстяную такую варежку для того, чтобы себя в парной помассировать. Имеет в этом смысл? Да, имеет. Если вы там можете сделать какие-то скрабирующие действия, да, но это уже там можно на втором заходе, например, сделать. Или вообще в конце парения, вот как раз-таки, когда вы после контраста зашли в баню, чуть-чуть согрелись, пришли в себя, приоткрыли дверку, чтобы у вас воздух обязательно был, да, после таких вот нагрузок пиковых. И может уже себя там поскрабить или кто-то другой вас там поскрабил. Это может быть там самая рукавица какая-то, да, турецкий вариант, рукавица кесе, либо какие-нибудь скребки там деревянные, вот раньше в Руси у нас использовались, поскрести свою кожу, да, сделать ей такой массаж благодатный и очистить заодно механически. Наверное, можно сделать вообще любые в бане спа-процедуры после бани и во время бани. То есть это уже такая, наверное, на меду какие-то скрабы, там соль, в качестве скрабов добавляют, там перемолотая скраба орехов, виноградные косточки, я не знаю, кофе, кукурузная крупа, всё, что угодно используется. А вот эту процедуру делаешь в парной или уже когда выходишь из парной? Вот этот момент интересен. Эта процедура делается обязательно в тепле, но не в очень ярком. То есть, если у вас баня, так скажем, конструктивно правильная, и, например, там есть возможность лить воду, которая будет в полу уходить, да, в сток специальный, то можно делать прямо на вот этом широком удобном полке. Эту процедуру. Прямо внутри парной, я правильно понимаю, да? Конечно, да. Русская баня, это... Главное, чтобы там был выход, хороший вывод жидкости, да, вот этой всей. Да, то есть пол должен быть, так сказать, ну, иметь слив специальный предусмотрен. Да, 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 да. Либо это какая-то... Либо это старая банька с деревянным полом, и вода уходит в землю, ну, такой пол, как правило, холодноватый, да, либо это современный вариант, тёплый пол из плитки, веренажными несколькими даже, может быть, отверстиями, сверху деревянные трапы, и всё это спокойно, вода льётся в любых количествах в бане без проблем. То, что мы в своих парениях очень много воды используем. В бане это вода. Вода это энергия, жизнь. Вот мне было интересно, можно ли заносить вот эти косметические средства вот вовнутрь парной? Поняла, что можно, если хорошее выведение воды есть? Ну, натуральные средства, там, мёд, что-то такое, в принципе, можно, всё это смывается, да. А если я зайду в парной уже после всего, и, например, хочу там какой-то гелем для душа помыть своё тело, то это можно делать в парной или лучше уже делать это вне парной? Ну, лучше в душе, наверное, да. То есть, ну, вообще, после бани нет смысла и надобности после хорошей бани использовать какие-то там химические гели, те же самые, да. Вы уже чистый должны выйти из бани. У вас цель, какая первоначально, мы говорили, очищение, почиститься, помыться, так скажем, да. Вы после бани выходите просто чище, чем после душа в обычный субботный там день, когда вы там моетесь, не знаю. Владимир, расскажите теперь про вашу работу. Как вот можно заказать у вас услуги и как это выглядит? То есть, вот, например, я увидела вас сегодня в эфире и хочу заказать у вас услуги. Как мне надо поступить и как это будет выглядеть, чтобы мне понимать, что это будет за процесс? Можете рассказать так, вкратце? Ну, есть два варианта, да. Первый вариант это заказать банщиков свою баню на дом, скажем, да. Мы работаем по Москве и Московской области. Вот, если у вас есть своя баня, то мы можем приехать со всем необходимым. Даже если у вас баня не супер, там, хорошая, правильная, но все равно как бы все эти нюансы в процессе работы исправляем и делаем все-таки тот режим, про который мы сегодня говорили, да, в любом случае. Любую баньку стараемся вытянуть, чтобы получился достойный результат. Вот, и второй вариант это арендовать баню и тоже с нами попариться. Либо мы берем на себя вот эту роль аренды бани. Это мы парим в бане в клубе здраво на Савеловской, метро Савеловской. Но сейчас, к сожалению, закрыто. После вот этой самоизоляции невозможен такой вариант. И мы паримся там. Там как раз и очень хорошая баня, сделанная по принципу горниловой русской печи. Там изначально температура вообще где-то градуса 42. Но за счет того, что все стены, полки керамические, они нагреваются, человек незаметно для себя в очень комфортной обстановке начинает потеть, получать целебное, тепло, удовольствие. либо к вам, либо к нам. Да, то есть есть два варианта. Был такой вопрос от нашего слушателя. Что вы скажете по поводу того, если добавлять масла во время парения? Вот имеет смысл, не имеет, кому-то нравится, кому-то не нравится. Вот какие вы дадите рекомендации? Я так понял, что речь идет о добавлении масел куда? В парную. Вот когда мы паримся, вот люди разводят какое-то масло, какие-то... То есть именно для подачи на камни, да? Да. Я бы не советовал. В принципе, это не нужно. Во-первых, во-первых, качественные масла не у всех есть. Во-вторых, камни, если очень сильно горячие, то масла сгорают, а если не сгорают, то конденсируются на наших альвеолах легких и может быть небезопасны для здоровья. В этом смысле никакого нет. И в бане настоящие первые масла, в принципе, ну если говорить там о температур 50-60, уже в принципе они не так действуют. То есть лучше всего масла использовать... Ну можно там, на вениках, мы там голову накрываем прохладными, да? То есть там температура, где в районе головы горячая, можно, да? Для ароматерапии дополнить. Хотя я не использую, у меня достаточно любых трав, там веников, у нас большое разнообразие есть. И любые ароматы для любого человека, то, что любит, то, что хочет, мы можем это создать без всяких там аромодобавок в качестве массы. И масла-то все-таки лучше использовать в комнате отдыха. Аромаламы включили, капнули, пожалуйста. Да, вот такое интересное, да, логичное. То есть если у вас есть полный набор ванновых инструментарий в виде веников в разнообразных ветрах, поверьте мне, ну, ну, я не вижу смысла в маслах. Этого достаточно будет. Вообще, и касается и всяких настояр, на камни бросать я тоже не бросаю. Мы используем для подачи только чистую воду, горячую чистую воду. Можно, конечно, там традиционно квас, но не во всех банях это можно сделать, потому что, например, если у вас настоящая русская банная печка, где там заряд большой камня внутри, закрыта каменка, то там очень высокая температура у камней. Все, что вы туда подкинете, любые примеси, да, в воде, они все сгорят, и вы этим будете дышать. Но это не полезно, как минимум. Ну, и бессмысленно. Квас в банях поддается на камни, которые имеют как самые верхние, там какие-то около, да, каменки лежат, камни, они имеют там температуру, скажем, градусов, ну, небольшие температуры, можно даже там пальцем на тонус не обожжать. В таком случае вы можете этот квас, например, вылить на камни, на вот эти камни, да, такие теплые, скажем, и это будет испаряться, и тогда будет аромат. Но не должно на камнях ничего гореть лишнего. Вот смысл. Дорогие наши зрители, наш, наверное, эфир уже мы сейчас начнем завершать. Если вдруг вы заинтересовались профессиональной деятельностью нашего сегодняшнего гостя Владимира Русанова, то вы можете обратиться к нему. мы выложили ссылку на его страницу в Инстаграм, ему можно написать, можете подписаться на его блог в Инстаграме, страницу, он очень его интересно и познавательно ведет, там можно зачитаться, он много что рассказывает, и мне понравилась ваша одна из последних публикаций по поводу веников березовых, то есть настолько интересно, что зачитаться и узнать что-то новое и увлечься вот этим процессом оздоровления в бане вполне возможно. Для себя я сделала вывод, что надо правильно заходить в баню и не будет тогда болеть голова и я не буду себе придумывать оправдание, что у меня какие-то там сосуды, просто я, видимо, что-то делала неправильно. С баней нужно быть, скажем, если можно так выразиться, на «ты», то есть вы ее должны понимать от «ты до», только тогда вы будете от нее получать здоровье, с удовольствием. Подписывайтесь на мой блог, буду всем рад, отвечаю на все вопросы, в личку пишите без проблем. Владимир очень коммуникабельный и отзывчивый человек. когда готовились к нашему практику по созданию банной шапки, мы как раз искали себе человека, с которым мы могли подискутировать и узнать какие-то интересные моменты вот именно о бане. И Владимир сразу откликнулся, согласился провести эфир сегодняшний выходной день, и за что мы вам, конечно, благодарны. Владимир, у нас осталось буквально полторы минуты до окончания эфира, мы его должны будем завершить. Я вас искренне благодарю за то, что вы к нам пришли, рассказали нам последовательные поэтапные шаги, как ходить в баню, что для этого нужно, как делать контрастные температуры, падение температуры во время прихода и посещения бани. Я поняла, что лучше всего в бане, чтобы ее прочувствовать, понять, это делать со специалистом, и стоит попробовать. Да, я тоже вас благодарю за приглашение, было очень приятно пообщаться с вами. Надеюсь, было интересно всем. Всем спасибо, что слушали нас. Да, спасибо огромное. Я тоже благодарю всех участников и Владимира за сегодняшний эфир. Мы его обязательно сохраним на канале YouTube. Он всегда будет в доступе, все могут посмотреть. Ну и до новых встреч. Валяйте. Если вдруг что, если вдруг что, я всегда на связи. Спасибо. Можем повторить. Да. Если появятся вопросы какие-то еще о бане, потому что баня тема необъятная и всегда есть о чем поговорить. Да. Все. Всем спасибо, всем желаем здоровья, приятных майских деньков, солнышка, света, тепла, любви, улыбок, ну и, конечно же, здоровья. Едем на дачу. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok